всем большой привет и я сегодня получила посылку да 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 с эквестрицами очень классными эквестрицами я их очень ждала ссылочка на продавца у которого я их взяла будет в описании так и вот так вот они тарададам упакованы коробку я пока убираю и пока она мне уже не нужно поэтому я на совсем убираю так давайте-ка наверно так развернемся вскрываем это все я честно говоря в таком ожидании предвкушение я так рада я так благодарна за эти эквестрицы спасибо большое продавцу потому что я написала продавцу и очень очень красиво привезти эквестрицы насколько я поняла по разговору эквестрицы вести не особо собирались но но согласились и привезли эквестрицы порадовали любителей этого фаленопсиса меня в том числе вот но там честно говоря еще остался один который я хочу это блули по джозефа ву надеюсь он останется когда я решусь его купить да у меня на него скажем так бюджет собирается и вот они упакованы да 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 так тут четыре эквестрица три разных и один дублик люблю я дубле эквестрица очень люблю я сюда говорю на всякий случай если вдруг что случится у меня есть дубль я не умираю если вдруг что ну и конечно же огромный плюс в том что всегда можно посадить вместе не будут пышнее цвести я тут уже в роста рву эту упаковку так смотрите вот такой классный утеплитель вот газеты и лапша вот и вот эти красотусечки были показаны цветение некоторые пришли уже с распустившимися цветами вот такие бутошки они отвалятся вот эти они уже подсохли но тут живой кончик но как я всегда говорю мне без разницы на самом деле при получении на цветоносы я пока не буду это все разворачивать вот покажу эти какой миниатюрный маханьки а уже взрослый для цветения и составляем их отсюда а так вот я всегда говорю что как бы хорошо когда ты можешь посмотреть что да по цветению это действительно то что продают но этим продавцам я все цело доверяю которых я оставляю ссылки в описании я у них часто беру вот и поэтому если там пересорт то это уже только пересорт от самого садовника от фирмы кстати же не сказала это фаленопсис эквестриз но я просто знаю что написано red by 100 я его очень давно хочу очень давно искала так а вот здесь у меня вот такой красавчик эквестриз пилорик это джозефа ву вот такое у меня есть у меня совсем кроха а этот прям 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 вау большой ну по сравнению с тем что у меня это просто огромный и вообще честно этот пилорик он достаточно маленький вот это это шикарный вкус для этого пилорика так а и вот еще смотрите когда есть цветоносы вот такую классную штуку кладут синтепух ну я таким вроде бы набивала мягкие игрушки которые вязала то я покупала это как синтепух очень классная штука хорошо бережет цветоносы просто так мы переходим ко второму сверточку так и их третий заход рассказать про цветоносы цветоносы так вот как я сказала приятно когда есть цветущий можно посмотреть что не пересок но на самом деле когда ты получаешь растения главное не цветоносы главное здоровье и главное чтобы растение быстрее адаптировалась вот поэтому я никогда не расстраиваюсь если у меня отваливаются бутоны еще что-то цветоносов после получения потому что это все далеко не главное так и вот он дубль вот тоже с молодым цветоносиком оку а там слушайте там было много цветущих то есть пока я увидела что они приехали оформила и оплатила вот и вот все цветущие кто-то тоже купил нет это на самом деле классно когда многие люди покупают эту орхидею это ее популяризует и это как бы дает вам потом возможности расширять свои коллекции по средствам обмена перепродажи продажи деток это это очень круто я на самом деле всегда очень радуюсь когда другие люди тоже интересуются эквестерисом потому что это действительно дает возможности для коллекционеров потому что потому что потому что потому что вот я столкнулась с тем что я хочу они у кого нету и вот я активно сейчас опять двигаю эту тему как когда-то двигала и люди опять я смотрю нахожу отклик вижу что они интересуются и пишут мне и хотя бы начали покупать но к сожалению не особо не могу найти людей у которых есть достаточно старые эквестерисы в плане того что которые были заказах раньше сейчас их нету ну или просто взрослые разросшиеся растения и многие жалуются что эквестерис у них не хочет давать деток вот так вот природные эквестерис не хочет давать деток да эквестерисы балуются вообще они это дело очень любят так ну пока я вам рассказывал я уже конечно же тут рассмотрелась что круче в руках это фальнопсис эквестерис blue и тут у меня два в одном класс вот раз вот два и кстати очень классные очень крупные обалденные и тоже корешочки там есть хорошие и мне вот очень нравится вот эта кора которую посажены мог я не очень полюбляю и ну за достаточно много лет увлечения 2013 года фаленопсисами эквестерисами и прочим именно вот уже такими видовыми сортовыми природными то я научилась вот с корой именно и в коре наращивать корни могут у меня такой опыт скажем так то кору вот эту я оставлю чтобы ему было привычнее класс класс шикарный самом деле вот шикарные растения и по моему где-то в прошлом месяце я точно не помню сколько там недель назад я получала еще два отличных растения тоже от этого продавца очень меня порадовал это был шиллериана red stripes клон очень не хотелось шиллера но хотелось кого-то красивенького и необычного вот но как-то везде все было обычное а мне хотелось чего-нибудь эдакого и там я нашла это эдакое так вот и там же мне хотелось белину какую-нибудь эдакую классическую я себе уже присмотрела но пока пока подожду с ее покупочкой и там я присмотрела себе белина pink тоже очень нежная очень интересная они уже растят у меня новые крышки и ширина активно растит новый лист с 0 рисунок просто сумасшедший покажу я думаю когда буду снимать видео про свой орхидариум обязательно их покажу а пока вот мои новиночки такие симпатичные менять сурки вообще бомба класс теперь мне предстоит вот собственно все распечатать и я посмотрю но я думаю что скорее всего это будет уже завтра послезавтра я их протру и помою посмотрю живет на них что-то не живет потому что только что что-то похожее на щитовочку убрала и буду их сажать в свои горшочки я знаю что я всегда советую как можно меньше дергать орхидею при получении но опять же есть так говорю что если субстрат посадка не ваша то лучше пересадить я вам честно скажу я до сих пор себя некомфортно чувствую если есть мох у фаленопсисов вообще я снова у орхидеи которых есть мох не очень комфортно себя чувствую поэтому предпочитаю пересаживать именно в кору чистую кору но это такой мой тарака поэтому они будут пересажены красавцы вот эти двое будут посажены тоже в один горшочек сразу предупреждаю не пишите не спрашивайте продавать не буду будут сеть в одном горшке и всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с друзьями пишите комментарии и всем солнечных дней пышных цветений и пока пока а я пойду наконец-то эту красоту дальше мучает пока пока